Привет начинающим поставщикам, а также менеджерам маркетплейсов! Сегодня мы с вами изучаем чек-лист, инструкцию, как подготовить товар к его первой поставке и вообще как организовывать поставки в дальнейшем. Мы рассмотрим на примере пяти шагов, которые необходимо пройти, прежде чем товар окажется на складе маркетплейса. Самые первые это создание этикетки, печати штрих-кодов и маркировки товара. То есть будем с вами клеить и посмотрим, как это правильно делается. Далее сделаем заказ, далее поставку, все в личном кабинете. Потом мы с вами что? Промаркируем короба. Я даже приготовил вот такой вот короб, уже на него наклеил этикетки. Все расскажу, покажу. И еще мы с вами сделаем пропуск при помощи деловых линий или любой другой транспортной компании. Посмотрим, как это делается. И в принципе, я думаю, у вас по полочкам все наконец-то разложится. Вы давно просили, и поэтому я сделал. Начинаем. Йух! Дамы и господа, чтобы жизнь не казалась медом, мы с вами сделаем микс и моно. Представьте, что это огромные коробки. Здесь у нас будет лежать один SKU, то есть один артикул, один товар. А здесь, допустим, будем насыпать россыпью. Это у нас будет микс. Кстати, здесь уже этикетки я наклеил. Мы с вами разберем, как их формировать, чтобы вы, так скажем, потренировались и не запутывались. С палетами как-нибудь отдельно я когда-нибудь доберусь. Это однозначно. И теперь хочется заложить фундамент, чтобы вы понимали, как не запутываться. Потому что многие посылки теряются, потому что неправильно либо маркируются, либо меняются там где-то вы, ну, знаете, как бывает, что штрих-код, вот вы напечатали. Здесь написано, например, перцемолка. А клеите ее, например, на какую-нибудь сковородку. Представляете, что происходит? Вы просто запутались. У вас такое бывает. Прямо это 100%. У многих бывает. Поэтому самое важное, и вот что тысячу раз надо повторить, это внимание к деталям. И чтобы вы максимально, у вас была какая-то база данных, я вам рекомендую сделать таким образом. Либо вы заводите 1С. Платная, сложная, как бы и трудно разобраться, но многие в ней работают и можно разные штуки к ней приделывать, интегрировать. В общем, тоже нормально, такой height level. Дальше можно использовать, например, мой склад. Ну, тоже как вариант. Это, типа, вот такие вот листы А4, где у вас, как вот в амбарах раньше писали, там, зерна, тысяча тонн, нормалек, все здесь хранится тысячу лет. Либо можете использовать Excel-таблицы. Причем вы их можете делать под себя, как вам удобно. Начните хотя бы с двух колонок, да, там название, артикул, штрих-код. Введите так, как вам проще всего удобнее. Я же в этом видео буду рассказывать именно свой метод. Вы можете просто перенимать то, что делаю я и использовать это у себя. По крайней мере, вы можете простраивать хотя бы у себя в голове какие-то вот эти связи. Что с чем взаимодействует и как с друг другом вообще контактирует. Давайте просто на примере посмотрим. Кстати, кто покупал вот такой шаблон, хочу сказать, что появились обновления. И вы можете скачать там же, где вы скачивали прошлую таблицу. То есть там будет вторая PDF-ка. Там будут обновления. Теперь периодически, если мы находим какой-то баг, его обновляем. И там вы можете это все дело заново скачать. И смотрите, логика простая. Первый этап это заполнение карточек. Когда вы всю информацию вносите куда-то. 1С, мой склад, так далее. Либо это может быть табличка. Здесь причем мы добавили фотографии, чтобы было все наглядно. Например, вы сразу понимали. Не смотрели, назвали еще что-то, артикул. Сразу фотку смотрите. Ага, окей. Когда три артикула, это все просто. Можно и на листочках сделать. Но если вы рассчитываете работать в долгую, тогда надо вам все равно к этому себя приучать. Чтобы не было бардака в голове. И чтобы вы в дальнейшем, когда вы вдруг дойдете до планки, когда надо кому-то это делегировать, вам необходимо будет нанимать менеджера. Как вы ему будете объяснять? Что на листочках у вас написано, менеджер вообще не разберется. Поэтому работа наперед, на опережение. Небольшое опережение, но тем не менее. И значит, именно в этой табличке что у нас есть? Вся основная информация. Некоторые шаблоны были такие же бесплатные. Вы их просили в инстаграме, скачивали, пользовались и благодарили. Всем спасибо за благодарность. И значит, что у нас здесь еще получается очень важного? Что прямо из этой таблицы вы можете делать полностью поставку. Полностью под ключ. То есть вы делаете заказ, о нем мы сейчас поговорим. Далее привязываете штрих-кода, вот эти вот штрих-кода, которые вы делали в карточке товара. Вы их там либо генерировали, либо загружали при помощи вот такой таблицы. То есть если у вас на товаре, к примеру, вот здесь у меня есть штрих-код. И Вадбери сейчас в принципе сказал, ладно, окей, окей. Пускай будут повторно одинаковые штрих-кода, можете их тоже загружать. Ну, имеется в виду не внутри вашего бренда, а в принципе как у другого, любого какого-нибудь бренда. И это будет тоже норм. То есть здесь есть штрих-код, чего заморачиваться. Можно его просто так же загрузить и все. Либо генерируете внутри, делаете потом эту этикетку, заклеиваете вот этот старый штрих-код, чтобы не запутать приемщиков на складе, а то потом будете плакать и говорить, ой, все теряет, все теряет. Конечно потеряют, они же не знают, не будут они там разбираться, что им штрихковать, штрихковать. Сканировать, правильно. Таким образом вы говорите, что вот эта штука лежит вот в этой коробке, а такая штука зеленого цвета лежит в другой коробке. А коробок всего, например, там 50. И таким образом Вальберис разбирается. И самое интересное, что когда вы генерировали вот эти штрих-кода и, например, заносили вот в эту таблицу, вы можете спокойненько напечатать этикетку прямо из этой таблицы. Смотрите, я прямо сейчас при вас это все сделаю, хотя я уже показывал, но уже разобрался. Это такая демо-штучка. Нажимаю print. Вот у меня здесь появляется предварительный просмотр. Я здесь заранее настроил в печати, какой должен быть длина, ширина, какая у меня должна быть раскладка. Причем подробные инструкции, как это все делать, есть в этой таблице. То есть там есть отдельная вкладка инструкции, там есть даже чек-лист, как, что по шагам делать. Ну что, давайте попробуем это все распечатать, штуковину. Ну, вы это можете, конечно, промотать. Это интересно тем, кто этим всем пользуется. Вот, видим. Это тоже предварительный просмотр, как это все будет выглядеть. И сейчас вот здесь у вас вылезет этикеточка. О, все работает. Это не магия. Нет, это магия. Все-таки это магия. Вот, по этому проводочку она перетекает. Поэтому я сделал то, что хотел. И, в принципе, я не знаю, но до 100 артикулов можно ввести при помощи этой таблицы. Также здесь есть вот формат А4. Если вы только начинаете, на струйники печатаете. На струйники тоже, кстати, можно. Нормально получается, но бывает вероятность, что вот это может стереться. Есть небольшой момент. Вот. Ну, еще здесь есть реестр поставок, но об этом мы сейчас поговорим. В общем, фундамент мы с вами заложили. Должна быть какая-то база данных. Раз уж мы коснулись маркировки, тогда давайте посмотрим, что же печатать на этой этикетке и сколько их должно быть. Здесь вот на примере вкладки ШК данные я вам это все покажу. То есть здесь мы можем выбирать. Вот у нас есть список артикулов. Это как бы тоже все демо данные. Они подгружаются из вкладки спецификация. Здесь вот мы заранее с вами прописывали артикулы. Ну, артикулы, я надеюсь, вы понимаете. Это внутренний идентификационный номер. Можете придумывать абсолютно любой. Один для просто это артикул и артикул цвета. Например, если черная вот эта штука, например, мышка черная. У них у всех артикул цвета может быть одинаковый. А вот артикул товара, он у них будет отличаться. В конце эти артикулы совмещаются, склеиваются. Можно через слэш, можно без слэша. И в итоге получается один общий артикул, который нам необходимо указывать на нашей этикетке. Вот. И таким образом у нас есть, получается, список этих артикулов. И мы по порядку можем выбирать. Вот, например, второй, третий и так далее. Сейчас какой-нибудь еще выберем. И, кстати, видно, что здесь меняется картинка. Это тоже наша такая дополнительная разработка. Обязательно должно быть наименование указано вот здесь. Ну, чем больше информации будет тут, тем проще будет вас опознать, если ваш товар куда-то укатится в обезличку. Как минимум, артикул должен быть обязательный. Причем правильно написанный. Кроме артикула еще указывается цвет, размер, состав, страна производства. Страна производства, указать, тоже подгружается из спецификации. То есть на этом примере, я надеюсь, вы понимаете, когда есть база данных, вы просто чик-чик-чик-чик-чик и все комплектуете, все делаете. Далее поставщик, производитель. Поставщик это вы, производитель это, возможно, завод. Возможно тоже указать и себя. И далее, дата изготовления. Это либо есть у вас там продукты, либо необходимо обязательно на вашу продукцию указывать эту дату. Можно указать. Далее у нас идет ТРТС. Это если у вас есть сертификат или декларация, вы можете ее сюда, вот в это поле указать. И самое интересное, что вот этот штрих-код подгружается автоматически. Его можно бесплатно сгенерировать вот на этом сайте. Как это все генерировать, тоже есть отдельное видео. Я не буду останавливаться. Загружаете, пишете ваш штрих-код, получаете картинку, вставляете ее вот сюда, вот в спецификацию. Вот прям сюда. Они здесь все абсолютно разные. И в итоге вы получаете ваш штрих-код, который в дальнейшем просто преобразуется автоматически в этикетку, которую вы просто печатаете либо на таком принтере, либо на струйном. Ну и начало вашей карьеры на Marketplace положено. Теперь мы с вами формируем заказ. Что же такое заказ? Я его примерно понимаю следующим образом. Вы заказываете небольшой кусочек места на складе у Wildberries. И ему говорите, что у меня будет вот, например, таких 50 коробок. И я хочу тебе отправить, например, 500 вот таких вот перцемолок. И таким образом Wildberries вам в дальнейшем говорит, окей, привози нам их, но только в микс-коробе или в моно-коробе. И теперь мы давайте разберемся чуть-чуть немного подробнее, что же это из себя представляет. Загружать заказ необходимо, значит, во вкладке «Заказы», вот здесь. Здесь у нас можно скачать шаблон. Да, Wildberries работает через эксельки. То есть вы получаете шаблон эксель, заполняете его и загружаете его обратно. Если мы говорим про заказ, то здесь всего лишь два столбика. Но многие даже вот в этих двух березах могут запутаться. Здесь на самом деле все просто. Я вот на одном примере. Вот, например, у вас один товар. И, значит, у него есть штрих-код. О нем мы сейчас с вами говорили. И вам надо указать, сколько этого товара, чтобы Wildberries понял, сколько именно этого штрих-кода, вы будете ему отправлять в один заказ, в одну поставку. Если у вас таких 10, допустим, перцемолок разного цвета, у вас будет 10 штрих-кодов. И по каждому штрих-коду вы пишите свое количество. Черных 50, красных 10, а зеленых 100. Ну, условно. И таким образом вы здесь все прописываете. И, опять же, каким образом поступил я? Я просто ставлю чекбоксы. Ну, то есть вы тоже так же можете себе сделать. Ставлю чекбоксы. Какие заказы, какие товары я хочу отправить. Именно вот в эту конкретную поставку. Пишу. Здесь я выбираю. Я уже по опыту, в принципе, знаю. Потому что не первый раз, когда отправляешь, вы будете понимать. Так, это у нас миксом пойдет, это у нас моно пойдет. И здесь вы можете выбирать тип поставки. Тип поставки. И здесь у нас есть вкладка заказ, где мы просто берем, копируем все это дело. Нажимаем Ctrl-C, копируем. Вставляем спокойненько в нашу табличку. Ну, я для примера сюда вот вставлю. И все. И вот это у нас будет готовый заказ для Vibris. Мы ему объясняем, что, например, вот этих артикулов по 100 штук, это по 10. И сейчас вы, наверное, заметили, что здесь есть определенная ошибка. Если вы откуда-то перекопируете, неважно, из личного кабинета, в адрес, еще откуда-то, у вас здесь появляется вот такая ошибка. Чтобы ее исправить, достаточно это все выделить. И вот здесь вот вверху у нас есть такая вкладка, типа число. Нам надо выбрать... Ой, я ненавижу, если честно, микрософтовские Excel-ки, они такие тормозные. Вот мы выбираем числовой формат, убираем нули. Все. И вот таким образом вы избежали первой ошибки. Теперь этот шаблон надо сохранить. И теперь мы можем его загружать вот сюда. Выбираем наш договор, выбираем, на какой склад мы будем отправлять. В Калининг, кстати, сейчас сделали платно. Возможно, потом отменят, не отменят. И, кстати, географию складов я вам могу показать в своем Дзен-канале. То есть я запустил Дзен. И там будет статья, где будет показано, у какого склада какая география. Поэтому вы можете посмотреть, на какой склад вам удобнее. Ну, к примеру, если вы в Нижнем Новгороде, вам не обязательно везти в Москву. Вы можете отправить на Казань. У него тоже очень хороший охват территорий. Даже есть страны, так скажем, СНГ и немножко вроде Европы. Ну, вы проверьте, проверьте. Уточните. И, значит, сюда мы загрузили наш шаблон. Нажимаем кнопку загрузить заказ. И мы видим теперь, что нам предлагается четыре варианта, как нам отправить наш заказ. И об этом вы тоже дополнительно можете прочитать. Вариант номер один. Это микс-короб. О нем я говорил в самом начале видео. То есть, это любой короб. Размеры надо посмотреть. Какие новые. Размеры абсолютно разные могут быть. Которые вмещаются на полете, в принципе. Обычный стандартный размер 60-60-40. И вы в него можете загрузить несколько разнотипных товаров. Так скажем, несколько разных СКЮ. И об этом, как потом привязывать штрих-кода, мы с вами тоже поговорим. То есть, это, грубо говоря, насыпью любой товара. Вот когда тестируете, например, думаете, а пойдет этот товар, не пойдет. И, например, взяли по 20 штук 5 разных товаров. И как бы они, если не габаритные, можно все в одну коробку запихнуть. А если вы уже понимаете, что, блин, вот этих надо по 500 штук, этих там тоже по 500 штук, тогда проще, наверное, все-таки отправлять монокоробом. Он может быть как маленький тоже, так и большой. И в нем, что в нем отличие какое, что в него ложится только один СКЮ, один штрих-код, один товар. Фух, ну еще тоже почитайте. Ну, вот примерно таким образом. Этих коробов может быть 10. И когда мы с вами дойдем до штрих-кодов коробов, вы посмотрите, в чем там такое небольшое преимущество есть. Вот. И таким образом, кстати, вот размеры вы видите, да, какие тут минимальный размер. 10, 15, 15 и вот 40, 60, 40. Это монокороб. Если же у вас, например, крупногабаритный товар, который больше 60 сантиметров по одной из сторон, по любой, любая сторона больше 50 сантиметров, все, это КГТ, и вы должны отправлять это все дело на палете. Вот здесь вы видите краткие условия, что и как должен формироваться палет. Если на нем можно до трех СКЮ. Ну, например, даже вот эти вот перцемолки можно отправить на палете, если у вас их будет до хрена. Либо какой-то крупногабаритный товар. Если три артикула, то обязательно, чтобы, вот на картинке сейчас мы видим, чтобы из каждой из этих сторон был один из, ну, каждый артикул должен быть. То есть надо делить их на три ряда. И что еще от загвоздка? Клеить вот эти вот этикетки необходимо с торца. Об этом мы тоже поговорим. Иначе, если вы там с боковушки наклеите, тогда получается все. Ну, вот он будет лежать вот этой боковушкой какой-то другой коробки. И все. Они не найдут ваш штрих-код. И все-таки, ну, в чем наша проблема? Это как бы не наша проблема. Вы наклеили как бы не с торца, а вот сбоку. И все. И до свидания. Ушло в обезличку. И можете помахать ручкой там на несколько месяцев. Ну, еще можно как бы совмещать моно и микс все в одну поставку. Ну, то есть, например, какой-то товар просто может не проходить в микс. К примеру, ну, возьмем какой-нибудь негабаритный тоже товар, который предписан категорией, что он идет только моно. Ну, какая-нибудь бижутерия или еще какие-нибудь маленькие штучки. Либо, если цена товара меньше 1000 рублей, как обычно, или там 500 рублей, то тоже часто этот товар идет моно. Если вы можете поднять цену и размеры вашей нормалек подходят, тогда вы можете ввести его в миксе. Ну, понимаете, с россыпью. Если же нет, ну, тогда можете в одну поставку объединять разные короба. И микс, и моно. Вот. Как это все промаркировать, дальше мы с вами разберемся. Ну, я, допустим, выбираю моно и микс, нажимаю создать заказ и следующим шагом мы с вами переходим к планированию поставки. Третьим шагом мы с вами формируем поставку. Для этого в личном кабинете необходимо зайти управление поставками, управление поставками. И сейчас наша задача выбрать дату, на которую мы планируем с вами сделать поставку. Отправить, чтобы в этот день наш товар приехал на склад в адрес. Я все-таки выбрал склад Казани и хочу посмотреть теперь, какие там лимиты. Вообще, есть сейчас смысл туда ввести свой товар или там все по нулям? И, значит, мы прокручиваем немного вниз. Вот здесь лимиты по складам. Выбираем тот склад, на который мы с вами делали заказ. Я переделал на Казань. И мы видим, что и моно, и микс в течение всей текущей недели есть довольно-таки приличные, хорошие лимиты. И теперь мы можем запланировать хоть на завтра, хоть на послезавтра. Даже можно достаточно просто взять наш заказ и перетащить на какую-нибудь дату. Ну, допустим, вот 1 апреля. И я нажимаю запланировать. Идет загрузка. И это означает, что вот у нас появилось всплывающее окно. Поставка добавлена. Через некоторое время она появится в плане. Ну, пускай она появляется, мы разберем уже ту поставку, которую я делал, чтобы немножко так посложнее было. Такой hard level. Теперь мы с вами открываем все поставки. И нам необходимо что сделать? Во-первых, два самых важных пункта, на которых сейчас и начинается самое интересное. Сейчас нам надо совместить реальные действия с виртуальными действиями. А именно, задача состоит в следующем. Вернем нашу коробочку. Здравствуйте, коробочка. И, допустим, у нас много-много разного товара. И мы должны теперь объяснить в Альберис, какой товар лежит в каждой из этих коробок. Это делается довольно просто. Мы просто штрих-код привязываем к штрих-коду короба. Но, как нам понять, сколько надо коробов? В реальности у вас могут быть следующие действия. Вы берете, складываете коробку и весь товар раскладываете по коробкам. Особенно, если у вас миксы, вы будете наваливать разные артикулы по этим коробкам, довольно сложно сразу понять, сколько их будет. Поэтому компактненько все разложили по коробкам, посчитали, сколько коробок вам необходимо. И самое важное, необходимо записывать, что вы ложите в каждую коробку. Давайте теперь перенесемся на экран ноутбука и посмотрим, как это все надо синхронизировать. Заходим во вкладку штрих-коды коробов. И здесь необходимо ввести то количество, которое нам необходимо. ну, к примеру, 10. Нажимаем добавить и у нас появляются вот такие штрих-коды. Вы их можете выделить, распечатать и каждый наклеивать на коробку. То есть, вы видите, вот здесь у меня с одной стороны наклеен штрих-код короба и с другой стороны тоже наклеен штрих-код короба. Ну, чтобы наверняка. Можно клеить с одной стороны, в этом ничего такого нет. Если у вас моно-поставка, например, вот таких 10 коробов и в каждом коробе лежит одинаковый товар, тогда вам достаточно не 10 штрих-кодов делать, а всего лишь один штрих-код короба, который вы размножаете и на каждую коробку клеите одинаковый штрих-код. Если у вас, например, 5 коробок с одним товаром и 5 коробок с другим товаром, все в моно, тогда вам надо будет два штрих-кода. Ну, логику, я надеюсь, вы поняли. И также расклеиваете. Сейчас постараюсь вам разжевать максимально подробно, потому что это то место, на котором спотыкаются начинающие новички, которые делают свои первые поставки. И для этого нам понадобится как минимум лист А4. Можно это делать при помощи Excel, как вам удобнее. Смысль состоит в следующем. Вам необходимо при помощи шаблона опять же в Excel, но это уже шаблон Wildberries объяснить и сказать в какой коробке какой товар лежит и в каком количестве при помощи штрих-кода. Разберем эту таблицу. Здесь всего 4 колонки, она довольно простая в принципе. Значит, первая колонка это штрих-код единицы товара, далее, какое количество это товар лежит и в какой коробке. Вот в какой коробке это будет означать сам штрих-код короба, который мы с вами только что сгенерировали. И поэтому их можно выписать вот сюда на листок А4, ну последние там 2-3 цифры и потом уже указывать так, вот в этой коробке вот на нас самое первое допустим лежит вот этот товар, вот этот и вот этот. Это если микс, если моно, то понятно лежит вот этот товар и клеить на все короба, где он лежит. Если мы с вами вернемся на начальный так скажем экран поставки, то здесь вы увидите вот есть ошибки. И тоже сразу хочу сказать, что эти ошибки могут пропасть например даже тогда, когда вы уже сделали поставку. То есть на это особо обращать внимание не надо. Если у вас все загрузилось, значит все круто. если эта таблица у вас получилась, то все круто. Я теперь хочу показать это на примере структуры, структурированной таблицы. Опять же у нас есть вкладка спецификация, у вас тоже должна быть какая-то база данных. И здесь я как для себя сделал. Во-первых у меня тоже есть чек-боксы, где я отмечаю тот товар, который я хочу поставить, ну поставку сделать, в коробке положить. товара отмечено. Я добавлю еще допустим вот три товара. Перехожу вот в эту вкладку и самое интересное здесь задача в чем, чтобы правильно себя перепроверять. 2-3 артикула не страшно, если их будет там 15-20-30-40 вы уже начнете немножко припотевать, я вам гарантирую. И таким образом я просто сюда ввожу те штрих-кода коробов, которые я сгенерировал и получаю просто товара, который необходимо отправить. И выбираю соответствующий штрих-код. Вот например есть вот три восьмерки 008. Вот он. И я говорю таблице сколько штук надо положить в этот короб. Ну например тоже выбираю короб. Подробная инструкция кстати будет отдельно. Это я просто для примера. И например вот смотрите в чем суть этой проверки. Например в этот короб у меня уберется 100 товаров. И сейчас вот внимание вот в эту часть ножницы розово-голубые. Нажимаю интер и они сейчас загорятся зеленым. Оп все загорелось. То есть проверка у нас сошлась. Если вы например один и тот же артикул делите на разные короба то есть не умещается все в одну коробку но все равно вы отправляете миксом. Тогда что вы делаете? Например первую коробку вы заполнили. Она у нас была 26 вот примерно 26 берете следующую коробку вот 27 на конце вот я взял эту коробку и например вот в первую у меня обралось не 100 а например только 35 о все проверка вернулась то есть надо до зеленого довести я опять беру этот штрих код вот 008 на конце и во вторую коробку тоже я положил 35 штук мне надо вот пишет что 70 я положил значит еще 30 надо доложить я беру третью коробку ну вот я ее сам сгенерирую 28 вот взял третью коробку беру тот же самый артикул и остается мне доложить 30 штук в третью коробку вот все слава богу загорелось зеленым это означает что я укомпоновал я укомпоновал это в микс короб потому что у меня номера разные я в принципе мог туда доложить любой другой товар показываю вам это просто на примере если бы это был моно короб то есть я бы его прям как моно поставлял то есть разница такая что я сказал уже заранее что это будет микс если бы я сказал заранее что это будет моно тогда бы штрих-код короба был бы вот здесь один не 26 27 28 а везде на конце например 26 вот и таким образом вот 26 на конце и таким образом я вот это дело все как обычно копирую вставляю это все в эту таблицу делаю чтобы у меня здесь было правильное отображение в цифрах такая вот excel и теперь мы что с вами переходим во вкладку привязка штрих-кодов чтобы привязать и сюда просто выбираем нашу excel вставляем сохраняем и не обращаем внимания то что у нас продолжает гореть так продолжает гореть не залитый шка коробов это все нормально если загрузилась без ошибок значит все необходимо переходить к следующему шагу создания пропуска если же все-таки возникают какие-то ошибки то необходимо прямо досконально перепроверить а правильно ли вы загрузили шка коробов а правильно ли вы разместили привязали штрих-код товара к штрих-коду короба ошибка где-то кроется здесь просто необходимо это перепроверить и соблюсти правильно формат и еще дополнительно под этим видео я оставлю вот эти две инструкции самого в адреса управление поставками и загрузка шка коробов обязательно их посмотрите перед тем как будет делать свою первую поставку ну что коллеги вот и настал торжественный момент необходимо сделать пропуск и в принципе вести свой товар на склад для этого мы возвращаемся на детали поставки самая первая главная страница и здесь необходимо указать имя водителя фамилии водителя марка машины и госномер госномер причем считывается автоматически на некоторых складах поэтому просто подъезжаем к шлагбауму он открывается едем к электронному табло и смотрим какие мы в очереди по порядку и на какие ворота нам ехать где нет такой электронной очереди пропуска надо тогда общаться с охранником чтобы он вас сориентировал вот ну по факту вы видите как все заполняется если вы везете транспортной компанией и пока что не знаете какой номер машины будет можете указать сюда абсолютно все что угодно и когда ваш менеджер вам скажет что будет мерседес имя водителя тогда вы сюда все это просто поменяете и все если вы едете там не знаю на каршеринге на такси все делается абсолютно точно так же подошли к каршерингу заходите меняете редактируете и спокойно едете на склад он быстренько обновляется этот пропуск он начинает обновляться за сутки старый можете там удалить новый сделать и все и вам еще необходимо дополнительно указать количество коробов которые будет в вашей машине и также необходимо указать ну либо палет как вы повезете ну и также взять и распечатать вот этот штрих-код этот штрих-код поставки он клеится на первый короб который вы будете отдавать когда подъедете к воротам они тоже открываются быстро автоматически подходит кладовщик и говорит так давай свои коробки и первую коробку давайте ту на которую будете клеить именно вот этот штрих-код первой поставки вот таким образом тоже с торца можно его поклеить где-то с краю положить чтобы коробку было удобно доставать в принципе все когда коробки отдадите почувствуете облегчение и поймете что это не все так сложно спасибо что досмотрели до конца если вы приобретаете данные шаблоны которые я вам показывал в этом видео то это своего рода дана для команды которая готовит эти шаблоны на начальном этапе когда нет возможности покупать определенные платные сервисы в основном они дорогие то эти таблицы вас довольно таки неплохо выручит они стоят недорого и покупаются всего лишь один раз скачать можно все просто вам либо приходит на почту либо вы скачиваете в файлах для скачивания инструкция будет прямо на странице где можно будет скачать данный шаблон все удачных вам поставок